Ситуация стремительно ухудшается. Мы становимся свидетелями того, как европейская банковская система находится в коллапсе, прямо как в США. Они говорят нам, что это просто инцидент, полностью контролируемый. Это не финансовый кризис, мы бросили банкам финансовый спасательный круг. Но нет, это финансовый кризис, который расползается за пределы американских границ и его метастазы уже в Европе. Я не планировал снимать это видео, но я должен предоставить эту информацию тебе максимально быстро, потому что мы находимся посреди финансового кризиса. И на этом канале мы фиксируем историю, подпишись, чтобы стать ее частью. Проснись и обрати свое внимание на это. Поделись этим со своими друзьями и родственниками, с коллегами и соседями, они все должны понимать, они должны проснуться. Многие из них даже не подозревают, что происходит и что их ожидает. Второй крупнейший банк в Швейцарии, Credit Suisse, рухнул на 30% после того, как Национальный банк Саудовской Аравии заявил о прекращении финансовой поддержки банка. Акции банка на этом фоне обновляют исторический минимум. Я предупреждал тебя об этом еще 10 дней назад на Ютубе. Я предупреждал тебя о том, что это произойдет у себя в Телеграме, ссылка на него в описании. Они отчаянно пытались привлечь больше депозитов, предлагая более высокие ставки, чем их конкуренты. Но этого не хватило. Кредитные дефолтные свопы, которые банки покупают для страхования от дефолта, взлетают до небес для Credit Suisse. Шанс дефолта вырос до 47%, хотя еще несколько часов назад он составлял 38%. На этом фоне Credit Suisse предлагает сумасшедшие ставки в 6,5%, пытаясь привлечь клиентов и их деньги. Именно поэтому европейской власти нужно действовать быстро и хотя бы повторить то, что делает ФРС США с ее программой помощи банкам. Стоимость страхования. Облигации для Credit Suisse тоже приближаются к уровню, который очень редко встречается. Это сигнал серьезных сомнений инвесторов в банке. Кривая кредитных дефолтных свопов полностью инвертирована. Это говорит нам о том, что защита от немедленного коллапса стоит банку очень дорого. Крупнейший французский банк BNP Paribas владеет активами на сумму 2,7 триллиона долларов. И вот график его акций. Его акции только что рухнули так сильно, как будто бы это просто какой-то щиткоин. Акции большинства европейских банков при открытии торгов рухнули. Как ты видишь, сначала на 6, 8, 10%, а затем и на 20% и дальше. Societe Generale обвалился на 11%. Коммерцбанк упал на 10%. Дойчебанк упал на 8,6%. У этих банков большие проблемы. К тому же, как мы видим, многие из них и вовсе были остановлены для торгов. Из-за того, что их акции упали более чем на 20%. Но мы видим, что руководство Credit Suisse паникует, потому что заявления его директора носят хаотичный эмоциональный характер. Еще три часа назад он заявил, что банк сильный и ему не нужна помощь, тем более от правительства. Но уже сейчас банк просит помощи у Центрального банка Швейцарии. Но это не только проблема Credit Suisse. Европейские и американские банки – это начало. Мир ожидает финансовый кризис. Австралийские банки, азиатские – везде происходило одно и то же. Они покупали облигации в 2019 году. Везде эти облигации сегодня обрушились на 30-40%, а процентные ставки центральных банков выросли. Люди теряют веру в банковскую систему. Ситуация настолько стремительно ухудшается, что мне постоянно приходится снимать видео. С 10 утра до часу ночи я работаю, и моя жизнь превратилась просто в то, чтобы предупреждать тебя о том, что происходит. Вчера мы получили новые данные про инфляцию CPI и Core CPI. Оказалось, что Core CPI все еще очень высокий, несмотря на продолжительное снижение. В чем разница между 2023 и финансовым кризисом 2008? В отличие от финансового кризиса 10 лет назад, когда ФРС США и другие центральные банки могли легко развернуть свою политику, без каких-либо последствий, сегодня это сделать затруднительно. Почему? Потому что в 2008 году, как ты видишь, Core CPI – инфляция – колебалась от 1,8% до 2,5%. Вполне себе укладывается в 2%, о которых мечтает ФРС США сегодня. Сейчас же инфляция от 6% до 6,6%. Даже если они развернут свою политику, краткосрочно это поможет банкам. Но с другой стороны, разворот политики раскрутит инфляцию еще выше, чем она была. И центральным банкам, в том числе и ФРС США, придется поднимать ставки выше, вплоть до 15-20%, как это было в 80-х годах. Нас ожидает огромная волатильность. Проснитесь, мы в новом финансовом кризисе. Много месяцев назад я снимал не одно видео о том, что ФРС США должна поднимать ставки до тех пор, пока они не окажутся выше инфляции. Так было исторически. И на пути к этому ФРС может что-то сломать. Что ж, они подняли ставки почти до 5%, а инфляция опустилась до 6%. И вот мы видим, как что-то сломалось. И теперь это что-то распространяется на весь мир. Это не только банковский сектор, это и коммерческая недвижимость, и кризис авто, и так далее, и так далее, и так далее. Банки сидят на бомбе из нереализованных убытков 600 миллиардов долларов. Кроме этого, только в банковской системе США 16 триллионов долларов депозитов. Если США заявляют, что собирается обеспечить их, мы увидим огромную гиперинфляцию. Триллионы долларов. Сейчас правительствам и центральным банкам нужно принимать тяжелое решение. Либо инфляция и долг, либо позволить некоторым банкам рухнуть. Возможно, многим банкам рухнуть. Ну а закончить я хочу годовым показателем инфляции индекса производителей цен, который сегодня обновился. Он составил 4,6%. Предыдущее значение было 6%, а прогнозировали 5,4%. Как мы видим, он намного лучше прогноза и предыдущего показателя. На самом деле, это бычий сигнал для биткоина. И хороший знак для инфляции. И для индекса потребительских цен в следующем месяце тоже. Почему? Потому что обычно PPI предсказывает CPI. Если PPI сегодня улучшается, то обычно и следующий CPI тоже. С одной стороны, мы видели коллапс трех банков. Рухнули они из-за прямого влияния растущих процентных ставок. Они держали много облигаций, которые бесценились из-за высокой процентной ставки. Но что значит, когда PPI настолько ниже прогноза? И предыдущего значения. Это значит плюс один аргумент за то, чтобы не повышать ставку 22 марта. Более того, PPI может стать аргументом и для того, чтобы впоследствии эту ставку снизить. Я все еще думаю, что в следующий раз PPI повысит ставку на 25 базисных пунктов в конце месяца. Ну а затем, возможно, они притормозят и даже будут ее понижать. Все будет зависеть от того, какие новые PPI и CPI мы будем получать. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»